Вот это крыло, это полностью детские студии, две студии, кабинет педагогов. Здание Самарской фабрики кухни после ремонта превратится в современное арт-пространство, самое крупное в регионе. На первом этаже разместятся художественные мастерские, выставочные залы и кафе. Благоустроят прилегающую территорию. Здесь появится первый в России постиндустриальный парк. Общественное пространство, напоминающее об эпохе промышленного развития, частью которого является фабрика кухня. Территория перед самой фабрикой, где мы сохраняем выборочно некоторые деревья, устанавливаем тоже лавочки. По сути, вот эта часть вокруг музея, она действительно, музей становится таким локомотивом изменений городской среды. Здание фабрики кухни построено в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой. Изначально здесь располагался комбинат питания при заводе имени Масленникова. С высоты крыша здания выглядит как советский символ – серп и молот. Объект культурного наследия начали ремонтировать в прошлом году. Сейчас к фабрике кухни подведены наружные сети теплоснабжения, обустроена ливневая канализация. Рабочие усиливают каркас здания. Я уверен, глядя на то, что здесь происходит, и, как говорят, глаза у команды, как скоординирована работа области города Экатерины Максимовки, что в следующем году вы увидите такое, чего нет нигде в нашей стране. Наверное, это будет флагманский проект, замечательный флагманский проект подобного плана. Этот проект еще для нас, вот как флагманский, чем важен? На него сейчас смотрят и Эрмитаж, и русский, и смотрят, что получится, потому что у нас тоже с ними закончатся соглашения. И вполне возможно, если здесь у нас все будет успешно, они уже, собственно, говорили о том, мы тоже, может быть, посмотрели бы и сделали бы там свои филиалы. Потому что вот есть за кем тянуть. Для нас это вот втройне важно. В здании филиала Третьяковки будет размещаться экспозиция, посвященная искусству 20 века и современности. Работа филиала также предусматривает и большой объем общеобразовательных программ, специальных занятий с детьми и подростками, демонстрацию фильмов и проведение лекций. Сегодня, получая на нашей территории, конечно же, такой центр, как филиал Третьяковки, единственная страна, это просто пока еще мы даже для себя не понимаем масштаба этого явления и насколько это станет мощнейшим драйвером развития культурной жизни, образовательной жизни региона, привлекательности туристической региона. Завершить все работы на объекте планируется уже в следующем году. Первая выставка запланирована на 22-й год. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Продолжение следует...